СНЕЖНОГО БАРСА То есть довольно очень скрытное животное. Хотя бывали случаи, что при проведении зимних маршрутных учетов ты пошел по тропе зимой по снегу, прошел, не было никаких следов Барса. Обратно возвращаешься буквально уже через три часа, уже след прошел. То есть он где-то рядом был, тебя видел, подождал, пока ты пройдешь, и уже пересек твою тропу. Если в начале нулевых на территории России численность Ирбисов составляла 200-250 особей, то к 2018-му она оценивается всего в 70-90. Основная причина такого сокращения популяции – браконьеры. Речь идет о так называемом петлевом промысле, когда жертвами горе-охотников становятся не только копытные кабарга, горный козел, но и снежные барсы. Мы говорим о том, что действительно эта кошка редкая, она находится на грани исчезновения. И только общими усилиями мы можем как-то способствовать тому, чтобы эта ситуация изменилась. И нужно говорить об этом на всех уровнях. 23 октября в мире отмечается День снежного барса. Именно в этот день, 6 лет назад, на международном форуме в Бишкеке была принята программа по сохранению редкой кошки. Соглашение подписали 12 стран, в том числе и Россия. Оскар Артамонов, Руслан Шелгынов, РТС.